В эфире праздничный выпуск информационной программы «Панорама». В студии «Алмазного края» Кристина Дорофеева. Здравствуйте! Начнем выпуск традиционно с итогов прошедшего, сложного для многих года. В 2020-м «Алроса» заняла второе место среди лучших работодателей России. Рейтинг, в который вошли 50 компаний, составили аналитики журнала Forbes. Яндекс – корпорация, которая уступила «Алмазный гигант». А что важного в этом году произошло в «Алроса» – расскажем в сюжете. 2020 год выдался богатым на события. Среди них не только негативные. В этом году алмазодобывающая компания «Алроса» поддерживала больных коронавирусом, вошла и вышла из кризиса, пополняла запасы рыб в якутских реках. Если в сравнении в 2018 году мы выпускали чуть более миллиона личинок в Вилюйское водохранилище, в 2019 году это количество достигло полутора миллионов, то в этом году мы ориентируемся уже на цифру 4 миллиона. География рек у нас расширилась. И в этом году мы в первый раз выехали в район города Ленска проводить эти мероприятия по зарублению непосредственно на реке Лена. Внимание к экологии – один из приоритетов компании. Поэтому перевод автомобилей на газовое топливо – своего рода не только экономия средств, но и забота об окружающей среде. Наглядно показать и доказать, насколько газ лучше привычного для Якутии бензина, смогли участники автопробега из Питера в Мирный в сентябре этого года. Ну, если машина рассматривает просто как средство передвижения, то, наверное, имеет смысл все-таки подумать. То ли тратить на один километр рубль 20, то ли тратить 4,5-5 рублей. Вот эта акция действительно поможет дальше популяризации газомоторного топлива в освоении нового вида источника для нашего транспорта. Все с финишем! Преодолев тысячи километров, участников автопробега погрузили на баржу Доленска. По-другому, из Искута без неприятных для автомобиля последствий добраться можно, но сложно. И к слову о баржах. В прошлом году флота «Ларусалена» пополнили две новых, несамоходных. Их по спецзаказу построили в поселке Самусь Томской области. В 2020 году они выполнили первые самостоятельные рейсы – перевозили нефтепродукты. Компания приобрела, заказала новые баржи проекта РДБ 60661. И первый рейс с новой баржой предоставилась возможность сделать мне по своим параметрам баржа аккуратненькая. Длина 88 метров, то есть это получается как одиночное судно. В управлении сложности не представляет. В этот сложный для всего мира год «Холроса» помогает медикам Алмазной Республики. Руководство алмазодобывающей компании направило более 500 миллионов рублей на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти деньги медучреждения купили аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, реагенты для выявления COVID-19. А в Мирлинской ЦРБ даже появился новый современный томограф, помогающий быстрее выявлять опасность для здоровья. Здесь мы видим участки по типу матового стекла. Это пневмония двусторонняя, полисегментарная пневмония. Высокая вероятность наличия вирусной пневмонии. Несмотря на все сложности этого года, радует, что к его окончанию спрос на алмазы стал повышаться. А значит и возможностей для развития и помощи людям станет больше. Почти за год компания выручила с продаж более 2 миллиардов долларов. Ксения Журавлева, Алик Соснин, телеканал «Алмазный край». Турнир по Хабсагай и начало дистанционного обучения. Все это принесли жителям Алмазной провинции март и апрель. Итоги двух весенних месяцев собраны в дайджесте Иваны Филипповой. Юбилейный и самый массовый. Март запомнился любителям якутской борьбы Хабсагай республиканским турниром. Бойцы стекали потом, изображали Конора Макгрегора, выигрывали технику и деньги. А вот лучшие масс-реслеры республики встретились в Ленске. На помост вышли больше 300 спортсменов. Среди них чемпионы республики, России, Европы и мира. В удачном прошел районный турнир по хоккею с шайбой. Команды Алмазного региона оспаривали право называться лучшей. В Вайхале два народа стали единым целым. Ради сохранения собственной культуры татарь и башкиры создали общину. Назвали ее Курай в честь духового инструмента. В Ленске выбирали самую красивую девушку. Лейтенант полиции Анастасия Бутакова стала новой в Мисс Ленский район. В конце марта в Мирненском районе ввели режим полной самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев. Уже в начале апреля все школы перешли на дистанционное обучение. Школьники и учителя осваивали приложение Zoom. В это же время в Мирном заработал волонтерский штаб Алроса. Добровольцы стали помогать самоизолированным жителям избежать похода на улицу. В Алроса алмазу весом 53 караты присвоили имя героя Советского Союза Михаила Космачева. Уникальный алмаз добыли в трубке юбилейной. В Ленске проблему зайцев в корпоративном транспорте решили валидаторами. В автобусах установили систему учета. Новый год для многих – повод начать жизнь с чистого листа и, конечно, помечтать. Одним достаточно просто пожелать себе здоровья, у других – в планах купить машину или чего подороже. О чем вы мечтаете в 2021 году? Вот такой вопрос мы задали прохожим. О чем вы мечтаете в новом году? В новом году? Ну, чтобы все здоровы, чтобы коронавирус закончился. А остальное и так все хорошо. А то как-то совсем нехороший год этот високосный у нас прошел. Хотелось бы, чтобы все было открыто, везде мы могли ездить, отдыхать. Ой, чтобы всем здоровья, больше ничего. Главное – здоровья. Чтобы мы переехали в другой город. А планшеты? Ну, еще я хочу себе наушники беспроводные. Ну, это и все. Ну, начнем с того, что практически все мои желания сбылись в прошлом году. А в этом году я хочу поскорее поступить на второе высшее образование и закончить его. И чтобы, наконец-то, открыли границы с Казахстаном, хоть съездить на родину. Я мечтаю, чтобы в моей семье все были здоровы и счастливы. Чтобы будущий год прошел под девизом «Мир и добра, любви и гармонии, невероятных возможностей и перспектив». И вам того же желаю. Я хочу, чтобы в этом году, наконец-то, прекратилась эта пандемия ужасная, которая просто перевернула все с ног на голову. Чтобы в этом году все, наконец-то, стабилизировалось. Чтобы мы могли летать за границу все спокойно, отдыхать без вот этого средства защиты, необходимого сегодня. Я мечтаю приземленно, здоровья и мир всему миру. Лишь бы все хорошо было, лишь бы в стране все наладилось. Производство и все, чтобы люди где-то работали, что-то получали. И чтобы пенсии подняли. В новогодних выпусках «Панорамы» продолжаем вспоминать о работниках Алроса, которые удивили нашу редакцию, зрителей и коллег по цеху. Первой была кладовщик Миринского ГОКа. На очереди целая семья. Для Ленского речного порта рабочей династии – редкость. Поэтому супруга в Шлыгинах на предприятии знают многие. Она всегда на высоте. Он знает подход к металлу. Олеся Василова продолжит. Настоящая зарядка по утрам и вечерам. Чтобы добраться до рабочего места, Алла Шлыгина преодолевает 13 метров металлических лестничных пролетов. На такой высоте находится кабина портального крана. Прежде чем сесть за управление, обязательно осматривает машинное отделение. Здесь, как в автомобиле, перед работой нужно заглянуть под капот. Все должно быть в порядке. И с техникой, и с настроением. От высоты я не боюсь. Посмотрите, какая красота вокруг. Теперь можно и за руль. Вернее, за рычаг управления. Заходя в кабину крана, машинист уже знает, какая работа предстоит. Получил разнарядку, согласовался с тропольщиком. На какой площадке работать и какие грузозахватные приспособления использовать. У Аллы Шлыгиной это 14-я навигация. Каждая из них от 180 до 200 рабочих часов. Скучать некогда. Это интересно. Различный род груза. Обычно это цемент, контейнера. Это простой груз. А вот когда приходит техника или какой-то такой негабаритный, это интересно. Постоянно повышаешь свои навыки. В речной порт Аллу Шлыгину привел супруг. Оценил, как лихо она управляется с автомобилем. И подумал, с краном тоже справится. Сам он работает в порту с металлом. Опытный газоэлектросварщик в профессии 25 лет. Навигацию сварщиков работы немного. Мелкий ремонт. Настоящие объемы начнутся зимой. После выморозки судов в затоне речного порта работа Дмитрия перейдет в категорию экстремальной. Сварочные работы на корпусах плавсредств ведутся на улице, вырубленных во льду майнах. В любой мороз. Бывало так, что майна лопнет уже весна. Вот у нас там, ну и допустим, эхолот ставили. Ну, майна просто сама по себе лопается. Как бы это от нас не зависит. Это лопнуло, и вот у нас еще эхолот не поставлен. Вот там справлялись. Бывало по коленному воде. Ничего, все успевали, все решали. В последний момент и все спасали. Дмитрий с гордостью отмечает. Они с супругой честь большой династии. Здесь в порту работает еще брат и его семья. Поэтому о смене места работы никто не думает. Прикипели по-семейному. Олеся Васева, Алекс Аснин, телеканал «Алмазный край». Если вы когда-нибудь были в Поднебесной, то наверняка знаете. Эти слова переводятся как «Привет, спасибо и до свидания». Редактор новостей «Алмазного края» Кристина Коширина знает намного больше китайских фраз. 20 лет прожила на границе с городом Хэйхэ. Поэтому в кулинарной рубрике «Салют-салат» и готовить будет блюдо азиатской кухни. Рецепт простой и, кстати, подойдет вегетарианцам. Смотрите сами. Салют-салат Нихао, ладьяо, лан. Лан, шучу, не будет сегодня китайского языка. Будет только китайское блюдо. Потому что я приехала из Амурской области, жила на границе с Китаем. Очень люблю азиатскую кухню, очень по ней скучаю. И сегодня я расскажу, как приготовить блюдо, которое называется «Чи-сан-чи». Переводится это как «три земных свежести». Картофель, болгарский перец и вообще должен быть баклажан. Но я не любитель баклажана, у меня будет кабачок. Я считаю, что можно вносить свои какие-то изменения в рецептуру блюд. Ну, хотя бы потому, что в настоящем рецепте «Чи-сан-чи» есть китайская приправа «Малосянь». У меня ее здесь нет. Вот так она выглядит. Все, что нам нужно будет делать, это резать, жарить, резать, жарить. Поэтому я думаю, что мы сможем сейчас сразу отправить первую партию овощей в сковородку. Проверено опытным путем, что если жарить все эти овощи вместе, то они в кашу превращаются. И это вот становится таким каким-то больше овощным рагу. Почему выбор пал на именно «Чи-сан-чи»? Да просто потому, что это очень легко приготовить. Не нужно реально никаких особенных кулинарных навыков иметь. И мы их сейчас будем переносить и вот так вот делать. Сейчас будет красиво. Ну, по сути, вот здесь нужно картошку пожарить. Так, время проверить. А-а-а! Картошку жареную. Я вообще не люблю. Так вот, дед у меня делает со шкварками картошку. Вот это я понимаю. Русское такое блюдо. Она молоденькая такая, с зеленью посыпанная в масле в сливочном. Вот это. Ну или когда картошка запеченная. Такая. С майонезом, индейкой в духовке под сыром. Ну, а вообще картошку я не люблю, конечно. Вот чесанчи, например, или всякие мяса с ананасами. Это считается у китайцев, ну, русифицированные блюда. Потому что те блюда, которые китайцы едят реально, и не вылупившиеся голуби. Прям в яйце вот так. И видно даже, ну, шерсть. Ну, зато живут китайцы. Посмотрите, сколько. Под 100 лет. А они еще делают зарядочку свою. Каждое утро выходят массово. Нам есть чему поучиться. Кстати, мое блюдо подходит для вегетарианцев. Можем приступить. Тоже очень главные вещи. Это приготовление вот этой смеси соуса. Не знаю, как это назвать. И мы его отдобавляем в сковороду. О, как саду он. И вот тут вообще нужно супер прям внимательность. То есть нам не нужно дать ему перекипеть. Он у нас собрался. Вот так это все. Хоба! Вот оно. Прям с пылу с жару мы накладываем в тарелочку. И приглашаем нашего оператора снять пробу. Я обожаю картошку. Очень вкусно. Слушай. Не думал, что из трех овощей можно сделать только вкуснее. Одобрено. Одобрено. На этом все. Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин